Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Если хотите поддержать наш проект, становитесь спонсором канала. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Также вы можете нажать на кнопку «Спонсировать» под этим роликом. Уверен, что несмотря на второе место, вы гордитесь вашей командой. Да, конечно. Конечно, я горжусь своими ребятами. Они отыграли неимоверный сезон. Это было удивительное путешествие. И оно все еще остается совершенно исключительным. В сегодняшний матч еще раз многое показал об этих ребятах. Мы пропустили гол на первых минутах. Для нас это было той еще пощечиной. Мы плохо начали эту встречу. Мы не играли так, как обычно. Мне пришлось рано заменить Тиаго, что, естественно, не могло нам помочь. И мы все равно нашли выход. И это потрясающе. Мы набрали 92 очка. Это сумасшедший результат. Да, я горжусь своей командой. Но в то же время я также и расстроен. Наверное, ситуация могла быть хуже, если бы мы потеряли очки в этом матче. Тогда я был бы еще более огорченным. Но все равно второе место — это не то, что мы хотели. Хотя это не стало неожиданностью. Еще до матча все было понятно. Мы говорили на эту тему еще до матча. И сейчас я лишь хочу поздравить Манчестер-Сити. Пеппа Гвардиоло, работников клуба и всех футболистов. Поздравляю их с тем, что они стали чемпионами. Мы были близки. Но в итоге этого оказалось недостаточно. Думаю, что хуже всего себя чувствуют те болельщики, которые наблюдали за всем по телевизору. Те, кто параллельно смотрели матч Сити и Астанвиллы. Видели, как Астанвилла повела со счетом 2-0. Я знал лишь то, что Астанвилла ведет со счетом 1-0 после первого тайма. Я понимал, что ситуация для Сити не такая уж и сложная. Всю историю я узнал уже после игры. Во время игры мне лишь сказали, что счет в параллельном матче 3-2. Но я не знал, кто забил этот второй гол. Я подумал, а вдруг Астанвилла сравняет. Это был приятный момент. Но затем стало понятно, что нет, этого не произойдет. Так что... Да. Конечно, я бы предпочел, чтобы Манчестер-Сити уже на 10-й минуте проигрывал со счетом 5-0. И мы бы просто сделали свое дело. Но все сложилось не так спокойно. Но весь этот сезон... Мы шли впритык. Сложилось очень много факторов. И в итоге мы отстали всего лишь на одно очко. Но все, что я знаю, все, что я выучил, прожив эту жизнь... Это то, что всегда нужно оставаться на своем пути. И тогда ты получишь свою награду. Награда в любом случае ждет нас. Вопрос только когда. Главное продолжать идти. Это мы и сделаем. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Игорь Негода Продолжение следует...